Говоря о развитии транспортных услуг, в городе над Богом нельзя обойти сторонную новинку, привезенную к нам из Минска – билетомат. Это удобный терминал по продаже билетов для общественного транспорта, первый установлен на новом автовокзале. Теперь у брещанных гостей города есть возможность выбрать из предлагаемого перечня поездок необходимый билет и оплатить его посредством банковской карты. В планах Брисгортранса установка подобных билетоматов в других точках города. Данная идея появилась в связи с тем, что есть места, где отсутствуют пункты продажи билетов физических, именно там, где закрываются ненитабельные киоски, либо они отсутствуют пока. Действует 4 до тарифов, это разовый, на один календарный день в автобусе и троллейбусе, пассажир выбирает зависимость исходя из желаний. Оплата банковской карточкой, бесконтактный способом, либо через телефон. Еще одно ноу-хау общественного транспорта Бреста – валидатор пока работает в тестовом режиме для определенного круга работников Гортранса. В рамках пилотного проекта по внедрению в городском общественном транспорте электронной системы оплаты и контроля проезда, пока чудо техники проходит опытную эксплуатацию. Из интересного в валидаторы интегрированы системы подсчета пассажиропотока. В настоящий момент особое внимание уделяется качеству пассажирских перевозок. И одним из вопросов, который мы уже давно совместно реализовывали с заказчиком перевозок, это вопрос реализации проекта по электронной системе оплаты и контроля проезда. В городе Бресте на троллейбусных маршрутах сейчас в пилотном режиме, в тестовом режиме работает система электронной оплаты проезда и система, совмещенная с системой пассажиропотока. То есть троллейбусы оборудуются датчиками подсчета пассажиропотока, устанавливаются валидаторы в транспортные средства и появляется новая система электронной системы оплаты и контроля проезда, совмещенная с системой подсчета пассажиропотока. Данный проект реализуется как проект цифровизации в Республике Беларусь. В настоящий момент подготовлены технико-экономические обоснования, разработаны все документы и планируется в начале 2024 года и 2025 год рассмотрение вопросов и вынесение данного проекта на комиссию по инновационным проектам Брестского областного исполнительного комитета. Поэтому в настоящий момент проходит обкатку данной системы в тестовом режиме с определенной закрытой группой сотрудников предприятий, анализируются все вот эти вопросы. Она представляет собой систему электронной оплаты с транспортными картами, где возможно оплата проезда как по транспортной карте, также возможно оплата проезда по QR-кодам. Также остаются у нас актуальны и те системы, которые мы реализовали. Это электронная система оплаты через системы оплати, через системы кэш-ю. Это все остается. Изменения касаются не только технических средств. Так, в работе маршрутных такси также ожидаются перемены уже с начала 2024 года. Проект указа об автомобильных перевозках пассажиров предусматривает создание государственного реестра, куда будут занесены все перевозчики. Он включит сведения о владельцах транспортных средств, самих машинах, водителях и так далее. В настоящий момент в Республике Беларусь находится в стадии согласования проект указа президента Республики Беларусь, который заключается в следующем, что все перевозчики, которые осуществляют перевозки в нерегулярном сообщении, это как и в городском сообщении, это пригородные и пригородные, междугородные, межобластные. То есть те перевозчики, которые отработают в нерегулярном сообщении, они должны быть внесены, сами субъекты хозяйствования, в реестр автомобильных перевозчиков. Это сейчас в настоящий момент проект указа. Планируется его действие с 1 января 2024 года. После вступления в силу данного указа каждый перевозчик, который осуществляет перевозки в нерегулярном сообщении, обязан внести данные о своей деятельности в данный реестр. Не внесение информации о своих транспортных средствах, о тех видах перевозок, которые осуществляются, будет как нарушение действующей законодательности Республики Беларусь. Услуга по внесению в реестр будет платной. Так, за размещение информации водителю-перевозчику придется внести одну базовую величину, сейчас 137 рублей. Размещение данных о транспортном средстве обойдется в две базовые величины. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Продолжение следует...